Мы с Вами разбирали переход от порядкового счёта к количественному счёту. Порядковый счёт задаётся следующим образом. Я только не помню, когда мы... Значит, движемся от вот-вот к осознанию воспроизведения. Мы говорим, что сознание воспроизведения есть осознание причины, форма как причины. Сознание формы себя как причины и осознание воспроизведения как одно и то же. Почему? Потому что форма является причиной тем способом, что как причина себя воспроизводит. И это даёт нам порядок будущего. И это даёт нам порядок будущего. Форма осознавая себя причиной, чтобы осознать себя причиной вновь и вновь. Но мы проговаривали, что форма здесь является формой определённости. Не формой становления, а формой определённости. Нет. Вот... Я тоже не уверен. Давайте пойдём немножко... Вернёмся... Назад тебе больше. Вообще по-моему, делай это. Ты тревожный ход. Ход за год. Ты тревожный назад совсем. Недалеко. Вся пройденная дорожка. Кровка. Значит, в какой-то момент мы имеем осознание формы себя как формы. Это второе. Сначала форма осознает, что она есть, но не знает, что она форма. Тогда форма о предмете знает то, что он становится. О себе форма знает, что она есть и более ничего не знает. А о предмете знает, что становится и тоже. Более ничего не знает. Кроме того забытия становления. Такого. Я не буду переживать этот ход заново. Но после того, как... После этого мы совершаем переход к другому действительному состоянию. Когда форма осознаёт себя формой. То есть осознаёт себя причиной. То есть осознаёт себя актуальной. Это всё одно и то же. Быть формой, быть причиной, быть актуальной – это одно и то же. Форма активна в том смысле, я надеюсь, что она актуальна. Никого другого форму смотрела активность, но формы нет. Тогда предмет в этой форме становится как один. Мы осознаём... Попытайтесь вспомнить, да. Осознавая себя как форму. Форма осознаёт предмет как... Не просто как становяющийся. Как становящееся одно. Здесь мы говорили, что... Осознавая себя причиной, форма оказывается... Ну, тоже имеет две стороны. Поскольку она причиняет предмет, она формой является. Но как причина... Но поскольку предмет всё-таки становится одним, форма теряет различие между собой как то жество, или знанием себя как то жество, или знанием предмета как то жество. И таким образом форма теряет в себя своё результат. Это поставило перед нами эту проблему причинности. Потому что даже когда шарик ударяет шарик... Ну, я расскажу об этом давным-давно. Когда шарик ударяет шарик, и пока шарик катится, он причиной не является. А в момент, когда он ударяет другой шарик, он уже не является причиной. Да, уже не является причиной. Ещё не является причиной и уже не является причиной. И, собственно, когда события причинения происходят, не очень понятно. Я вспомнил, что у Гейера в логике тоже причиной снимается взаимодействие. Истинной причиной является взаимодействие, потому что причина как события самостоятельные не обнаруживается. Вроде как один перебет воздействует на другой, вроде как другого воздействует на один. А на самом деле причинности нет, и есть взаимодействие. и есть взаимодействие. Я не понимал логику, это не осталось в логике. Просто когда я вспомнил, но не пересчитал. Но получается так, что, как и во всякой другой причинности, наша с вами формальная причинность, поскольку она актуальна, она дает предмету новое определение, именно определение одного. Но поскольку предмет становится одним, этим самым одним, то есть рождественным в себе, форма исчезает в свою результате. Получается, что форма как бы и сознает себя причиной, и не сознает себя причиной. Сознает себя как причиняющая, но исчезает, пропадает в свою результате. Форма дойдет еще раз определение одного предмета. Добавляется в определение становления определение один. Одно. И в то же время форма, как только предмет, поскольку, точнее говоря, предмет, поскольку предмет становится одним под воздействием этой причины, причина в этом предмете себя как причина утрачивает. Т.е. как актуальность форма должна остаться? Актуальность? Она остается, но и без это осознаваться. Актуальность остается без сознания. Только остальное остается. Сознание актуальность осознает. Т.е. как это? А как тогда будет? Если, на самом деле, форма, как причиняяя существует, до причинения, то она вообще не существует, как причиняя. Как причиняя. В самом деле, она что-то причинила, примерно встала в ней. В момент акта причинения, она перестала быть причиной. То есть, она до не была причиной, и после она тоже не является причиной. Где же причина была? А у нас уже на руках учебный метод разговора, форма причинения. С одной стороны, форма как причина предшествует становящемуся одному, и это абстракция, извините, так не бывает. А с другой стороны, форма как причина исчезает в этом одно. И так тоже не бывает. Так тоже не бывает, но первую абстракцию как абстракцию мы можем мыслить, как абстракцию, как действительно состоит. а во втором случае исчезающая форма даже как абстракция. мысли ввода. Отсюда мы совершаем переход к вводу. То есть, в случае ввод, форма является причиной тем способом, что воспроизводит себя качественная причина, и таким образом не пропадает результат. форма не исчезает, не исчезает. Лишь тем способом, что она воспроизводит себя без конца. Первая ввод существует только как, чтобы был поедино следующая ввода, такой бесследующий, новая ввода, и новая ввода. То есть, таким способом форма удерживает, что она удерживает? Она удерживает сознание причинности. То есть, и утрачивает она только сознание причинности. Форма-то не исчезает, она просто утрачивает сознание своей причинности. предмете она не исчезает как же она исчезает она утращивает просто сознание своей причинности то есть если форма как то слово когда форма исчезает она смысл-то немножко не такой что форма просто нет больше дело же не не быть ей быть и это остается просто форма уже не является формой в смысле причин да если самая первая стадия когда форма просто знаю что она есть то она в себе обнаруживает есть и нет то действительно как бы исчезает утрачивает сознание бытия своего поэтому исчезает во втором случае она действительно исчезает уже как причина в смысле сознание причины и вот следующее действительное состояние является вот-вот где форма где находясь добивается ясного сознания своего причинения воспроизведение нового года дает нам удерживая сознание причины как причины форма как форма тоже как то есть предмете которое в предмете уже не пропадает то есть сознание то на то же то предмете не пропадает поэтому воспроизведение формой себя есть удержание формы и сознание своего причинения теперь форма уже и только есть ты знаешь но она еще и причина потому что знает, что она от причины. Рефлексия не заключается. Рефлексия в создании формулы причины заключается в воспроизведении. Воспроизводить значит сознательность. Ну вот тут интересное место. Форма сознаёт себя в ситуации вот-вот. Форма сознаёт себя причиной в смысле оттуданости. Но она в ситуации вот-вот является... Остаётся конечной причиной, что эта актуальность никуда не девается. Но она уже получает новый смысл причинности. Она теперь уже причина не только становящегося предмета, но и причина предельности. Потому что качество предмета у нас уже не становящееся одно, а конечный предмет. Смысл причинности у формы прибавляется. Актуальность и актуальность мы решили. Ситуация в вопросе, ситуация указывания. Проблема сознания формы своей актуальности решена. К этому можно не возвращаться. Но причина получает определение не только... Повторяюсь, конечно. Не только причиной становления предмета, но и причиной определённости предмета. Она является уже не только формой становления, но и формой определённости. А эта ситуация вот-вот при форме и не сознаётся. Нового смысла причинности не сознаётся. В ситуации вот-вот в форме и сознаёт себя причина. Но какой причина? Я проговорил причина и всё. А совсем другой причина. Причина и определённость. Причина и смысла и актуальность она прекрасно сознаёт и удерживает. Это вот и было, это вот-вот, чтобы не пропасть предметы. Но причина уже непонятного вообще, да? Нет, просто вот-вот. Подожди, показывай. Так определённость и конечность это одно и то же, Женя? Определённость и конечность. То есть форма делает предмет конечным. Это и есть определённость? Ну, с вашей любовью к строгой терминологии нет. Потому что одно – это тоже определённость. Вот, и хотелось бы понять, что значит форма является определённость. Форма определённости. Ну, да, я отозречиваюсь конечностью. Да, это технологический и строг. Потому что выше я сказал, что форма даёт определённость. Новое определение предмет определённость одного. Поэтому я… Ну, я причём не держу, чтобы такое трогать можно. И человек тут понимает, а не понимает историю труда. Математический такой вид придавать, строгой формы. Он не может историю, не знаю. Не, ну просто у Аристотеля же есть четыре причины. Вот, и в смысле то, откуда идёт действие, да. Это деятельная причина. Это вот как раз форма как причина, да, у нас. Как актуальная причина. А вот форма определённости – это вот формальная причина, да? Надо, если у Аристотельского смысла. Я никогда не… Четыре причины… Какие у него четыре причины? Ну, материальная, формальная – это то, откуда и то, куда. Да. Материальная, формальная – это да. Причина и цель. Да. То есть причина в нашем смысле, да, вот откуда движение и цель. Целевая причина. Вот у нас, допустим, просто если мы различаем причину… Актуальность причинения в смысле действия и причину в смысле причины определённости, то причина определённости – это как будто вот формальная причина. Ну, формальная причина связана с существом. Не могу, честный слогал, не могу правильно провести. Я плохо понимаю, почему. Материальная, формальная причина – это суть дела. Да, 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 да. Зачем сюда ещё подпитать конечную или цельную причину? Ну, так, у Аристотеля что делать? Я помню, что у Аристотеля… Так вот, в этой ситуации указывания, в этой ситуации вот-вот, мы достигаем окончательного решения проблем актуальности, форма удерживает сознание своей причинности, своей актуальности. Но она становится уже… И в каком смысле можно выражать, что она остается причиной становления предмета? Потому что предмет всё время воспроизводится. Это является способом становления предмета. Но вообще-то она получает новый смысл причинения или новый смысл формы. Она является не формой становления предмета, а формой определённости предмета. Я даже не уверен, что здесь можно найти становления уже. Наверное, можно, но… Потому что… Соответственно, форма предмета воспроизводится, что она себя воспроизводится. Я сейчас предмета… Себя она воспроизводит как актуально, безусловно, и сознаёт как актуально. А предмет сознаёт как конечный предмет. Но что ускользает от формы? То, что она является причиной этой конечности предмета. Причиной ограниченности предмет. Увод есть две стороны – актуальная форма и конечный предмет. Это сознаётся одновременно. Предыдущая форма в чём заключалась? Форма сознаёт себя актуальной, а предмет сознаёт как конечный. Теперь другая ситуация – форма сознаёт себя актуальной, а предмет как конечный. А форма скользает, ускользает теперь что? Что она является причиной предмета? В смысле его конечного. Или в смысле его определенности. То же самое, что сказать, что форма удерживает себя в качестве причины себя, но и в качестве причины «вод». «Потому что из этой пары форма и «вод» только форма актуальна, а предмет всего лишь конечный. Поэтому то, что я удерживаю себя в качестве причины актуальности, это значит, что я удерживаю себя в качестве причины себя, но и причины определенности. «Зачем вы сказали, что форма сознаёт себя причиной ввод?» «Да». «Попаду, по-моему, что-то другое, нет?» «На стороне ввод только определенность, актуальность на стороне формы». Вообще, «вод» включает и формы предмета. А сознание «вод» — это одновременное сознание в форме своей актуальности и конечности предмета. Только форма действительно не сознаёт себя причиной этого «вода». То есть причиной предмета. Потому что по-моему, что сознаёт себя причиной предмета, но и значит, что сознаёт себя причиной ввода. Самая ситуация ввода. «Ну, всё равно получается, что я понимаю себя в личине части этой ситуации ввода, потому что она двухсоставна, а я причиняю буквально в участии. Наши осталости». «Какую?» «Себя, актуальности». «Ну, можно открыть, наверное, да». Если вскользнул, я говорил о том, что форме не сознаёт свои причинности, а надо было говорить, что он не сознаёт нового смысла причинности. А теперь причина, снова повторяю, причина не только становления предмета, но и его конечности. Первое – она осознаётся, ибо осознаётся её актуальности. А второе – она не сознаёт. Он осознаёт… Вот осознаётся актуальность формы и конечность предмета. А то, что форма является причиной предмета – это не осознаёт. Поэтому, получается, начинается новый виток движения. «Так сам предмет разбит на две составляющие, да, или два аспекта – это на бытие и сущность. То есть, раньше мы говорили о форме смысла бытия. То есть, как бы, форма является причиной бытия предмета. А сейчас как бы… Это причина становления предмета. Но становление как-то относится всё-таки к бытию, а не к определённости. Ну, если взять Гегель, опять же, между бытие и ничто между ними, становление, там нет никакой определённости. Я просто пытаюсь, как бы, какие-то… Ну, сделать там вводные, там, связанные с тем, как вот философии, попытаться какой-то контекст туда привнести. Вот есть развеяние сущности, на сущности бытия. Как с этим-то здесь? То есть, причиной может иметь два аспекта, потому что сам предмет имеет два аспекта. Аспект определённости и аспект бытия. Ещё раз? Ну, сам предмет имеет два аспекта всегда, любой. Бытие и сущности, или там, определённость, там, чтойность, или там… Ну, и, соответственно, бытие, там, сущие бытия. Не важно, как это разбивать, да? Есть, как бы, два аспекта. Аспект определённости у всякого предмета и аспект бытия. То есть, аспект существования. Может быть, причиной существования, может быть, причиной определённости. Форма является причиной существования, но не в смысле творения, конечно. А в том… Это интересный вопрос. Ведь начинаем с вами… Сан-Гики начинает бытие ничто. А мы начинаем с того, что форма знает о себе только то, что она есть, а предмет только то, что он становится. Предмет я скажу, что актуальность и становление вероятствует двумя аспектами бытия. Начинает с временем. Форма есть, а предмет становится. Другая причина положить – не бытие, не бытие. А бытие и становление. Я уж не знаю, что это значит. Конечно, он становится бытием предметом, но всё-таки оппозиция исходной является бытие и становление. А на втором шаге форма сознаёт себя причиной или актуальностью, а предмет – одним становящимся. Опять-таки, об итие речи нет. Становящиеся – одним. Понятно, что было речь об итие, но как-то вот с точки зрения конкретных слов, понятий, с которыми мы работаем, предметом. Тогда получается, что а не получается так, что аспект определённости и аспект вот этого причинности, да, актуальности, он как-то постоянно будет сплетаться, как-то будет неразличим. Как их различить-то по смыслу? Ну, две причины. Причину как причину актуальности – это как её назвать? Как действенная причина, да? И вторую причину – это как причина определённости. Как их различить? Ну, вот так, логичным движением. Причина как актуальность осознаётся при условии воспроизведения формы себя. Представшая вот-вот, форма удерживает сознание себя в качестве актуальной. И в этом смысле причиняющей. Но является она уже причиной конечности предметов. То есть причиной определённости. А это уже другое, сможет быть, причиной. Которая форма не осознает. Она уже является, а все ещё становится всего лишь актуальной. Просто, наверное, причиной определённости конечного предмета. Конечности предмета – форма не осознает. Ситуация суботворной – она этого не осознает. Себя как причиной определённости, конечности предмета. Ситуация вот-вот – форма не осознает. Каждая вот-вот – актуальная форма и конечности предмет. Актуальная – конечно. И тогда форма начинает раскачивать эту ситуацию. У нас сначала осознаёт себя как актуальность без предмета. Тогда оказывается, что сознание просто себя как формы. Заведут переход в другую форму. Такой же пустой, как предыдущей. Осознание этой формы – новой формы. А в пустой форму – пустой формы. Такая абстракция. В этой абстракции форма, опять-таки, создаёт себя просто как форма. А если взять другую сторону, вот-вот – предмет, то переход от предмета к предмету оказывается невозможно, потому что предметы безотносительные. И не мысль. Да, получается интересная вещь. Форма начинает понимать, что мысль себя как форму, она тем самым мыслит связь. Связь. Форма. Тогда возникает новое, действительное состояние мыслей. Форма сознаёт себя причиной предмета, тем самым воспроизводит себя как причиной предмета. Уже как причиной определённости предмета. Форма сознаёт себя причиной определённости предмета, чтобы снова осознать себя причиной определённости предмета. Оказывается, форма осознает себя причиной конечности, при условии, что она осознает собственное воспроизведение в качестве такового. Причина конечности открывается нам вместе с пониманием самого действия воспроизведения. Осознание формы конечности означает осознание связи различным формам. Сначала один, потом другой. Другой такой же точно или следующий. То есть в понятии следующей форма осознает себя причиной предмета в смысле его конечности. В смысле его определенности. Ну хорошо. Ну хорошо. Значит в чем заключается определение следующего? Двигаемся дальше или только передвигаемся? Просто это получается мы, то есть форма сознаем в себе причиной конечности и выражается это в том, что эта конечная мышца как следующая. Да. Понимание конечно, ну понимание себя в форме конечности и дальше уже в следующей. Нет, есть какая-то параллель лиц идет в этой. Конечность и следующее это просто факты, которые случаются одновременно. Они разве связаны? А мне казалось вообще, что понимание себя в форме это значит понимание себя в конечности и в конечности. Ведь форма это то, что оформляет, то, что продает границу. Поэтому как бы вы понимаете себя в форме и понимаете ситуацию как конечную. Нет? Нет. Ну вот в нем получается, что нет. Понимаете, вот эта ситуация вот-вот. Ну, в каждой воле это что это? Сознание актуальности формы и конечности предмета. Но здесь нет еще понимания формы того, что она является формой конечности. Или причиной конечности. И вот есть две стороны. Труба отзывкает. Нет, просто ты говоришь, что форма, сама форма может иметь определенность конечности. Что сама форма конечна. Ну это один из аспектов. И форма и быть конечным это одно и то же. Так быть оформленной конечной или быть формой и быть конечным? Вообще я не понимаю что быть формой. То есть быть формой это значит что-то оформление. А раз оформляет значит продавает форму конечности. Ну по-русски там пока не менее. Форма может быть бесконечней сама по себе, а делать нечто конечное. А как она может быть сама? Ну как действие. Она может как действие быть бесконечным, а тем не менее порождать нечто конечное. Это не может сказать, что конечное или бесконечное. Она может жить, что называется. Форма может жить, но это же не может сказать, что она при этом является бесконечным. Ну просто она является неконечной, скажем так. Действие ее будет по определению конечным. Не всегда это действие. Если форма – это форма бесконечности, то значит форма, она конечная по определению. Так может быть нельзя слово конечное или бесконечное вообще применять в форме? Может быть можно применять только в предметах? Ну может быть, да, вполне возможно. То есть это характеристики предмета? Да. А форма, она просто... Если предмет возник для самого сознания, он возник в форме конечности. Всегда? Да. Становление предполагает конечности. А форма, какая-то актуальна, делает предмет, в принципе, становящийся. Это исходная посылка. А всякое становление предполагает конечность. Этого только достаточно быть актуальной, чтобы придать предмету конечный вид. Сначала как становящегося, а потом как конечный. Я опять слова. Да. Может быть форма можно быть и не актуальной, чтобы придать предмету конечный вид. Что же еще остается? Она только и делает, чтобы подать предмету конечный вид. Будучи она кто, а не будучи она кто. Не актуальная форма? Да. Это нужно. Вы можете определить. Да. Я просто говорю, что в этом смысле тогда говорить об актуальном, это как бы масло-масло. А, то есть фокус всегда актуально, это масло-масло, и предмет конечный, это тоже масло-масло. Вот так. Ну да. Но оно как бы по парам масло-масло-масло-масло-масло-масло-масло-масло. И в качестве причины актуальности, это как бы более развитое состояние. Поэтому, ну, в некотором роде, конечно, говорится одно и то же, но сильно по-разному. Не, мы когда говорили слово актуально, имели в виду, что форма является причиной. А и причинение у нее состоит в том, что она актуальна. То есть она стоит, и поэтому все остальное двигается. Актуальность это был способ быть причиной. А не просто так, что форма всегда актуальна, и все. То есть первый способ это как форма просто есть, а второй способ быть причиной быть актуальна. Точно так как же и конечность предмета получается. Она значит, она всегда есть, она всегда налицо. Она ненаме создаются, иногда нет. Типа того, да. Это похоже на 그건. То есть, либо она есть, либо она актуальна. Это разное. Да, либо она есть, либо она актуальна. то есть в большом случае актуальна абсолютно в себе. В другом смысле от себя? Да, именно так. И там и сама вроде как актуальна, если был бы внешний зритель. Но в смысле ситуации, либо она просто есть, потенциальность. Как бы она и есть на самом деле, но просто некому свидетельствовать, что она есть. Либо она актуальна, засвидетельствовала. Так же форма она сначала просто была, а потом стала актуальной. Актуальность это ведь тоже бытие, но только другое, засвидетельственное бытие. То есть все-таки есть реформа конечности, получается, да? Все очень заключается в сознании перехода отвод-ход, когда этот переход не отличается от построения нового предмета. Переход к новому предмета осознается таким образом, что он не отличается от построения нового предмета. Переход как переход не осознается. Это значит, что переход осознается, или воспроизведение осознается, но оно и есть построение нового предмета. Вот это и есть следующее. Или еще одно такое. Таково генетическое определение порядкового счета. Поскольку это так, то в переходе, в воспроизведение, в воспроизведение причинений, в самом причинении одно и одно. Тогда в самом этом переходе, в самом деле действия воспроизведения, мы выделили две стороны. С одной стороны, есть воспроизведение предмета, а с другой стороны, это воспроизведение определения, причинений предмета. Или переход с одной стороны, если переход к новому предмету, а с другой стороны, переход к новому определению. То есть не к новой форме? То есть к новому определению, это две абстракции, да? Две абстракции. Если переход есть в переход к новому определению, то это переход к новому определению, а что вы хотите спросить? Ну, в том смысле, что раньше у нас была одна и та же причина, она была и причина первого, и причина второго. А теперь сначала одна причина, а потом другая, да? Да, да. Этой абстракцией, переход как переход к новому причинению, потеряется именно переход от формы к форму. То есть, посуществует здесь мы мыслим отношение двух причинений, или отношение двух форм. Сам переход мыслится как отношение двух пустых форм. И в этой абстракции форма является именно отношение форм, а не цель форм. Такова первая абстракция перехода к следующему. Когда еще раз выделены формы, потому что собственно переход. Не к предмету, а собственно переход. Это, конечно, абстракция. Но смысл ее в том, что мы узнаем, что мы можем мыслить переход как таковой. Если в действительном состоянии мышления следующего, переход совпадал с по сравнению нового времени, то в этой абстракции мы мыслим, собственно, переход как таковой, а не переход по другому. В самом случае получается такая буква П, где, собственно, что является формой, не сами формы, а отношения. И это еще новое обличие пустой формы. Уже четвертый это счет. Снова обличие пустой формы. Другой абстракцией, или другой стороной перехода к следующему, является переход не к следующему причинению, а к следующему предмету. Есть переход, который совпадает с построением следующего предмета. И вот в этом переходе построения есть переход к построению, есть переход к предмету. Абстракция перехода к построению и абстракция перехода к предмету. При абстракции перехода к предмету мы абстрагируемся от построения. В этом случае, в этой абстракции, возникает такая ситуация. Переход совпадает с чем? К чему переход свершается? В этой абстракции получается, что мышление перехода совпадает неразличимо от мышления того, к чему переход свершается. То есть предмет. И это вторая абстракция, где переход неотличим от того, к чему он, переход. Эта абстракция опять оказывается немыслимой, как абстракция. Не знаю почему, но у меня в этом случае возникает представление схлопа. Был следующий, не удержался. И вернулся предыдущий. Но предыдущий тоже потерялся, потому что без последующего он никакой не предыдущий. Из опыта абстрагирования мы понимаем, как я уже сказал, что мы можем мыслить собственный переход. Что необязательно мыслить переход, неотличимый от построения нового предмета. А можно мыслить собственный переход. И поэтому новым действительным состоянием является следующее, когда мы от одного года или предыдущего, потому что понятие предыдущего и последующего мы от давно получим, от предыдущего, вот, переходим по следующему, следующему образом. Мы сначала мыслим переход, а затем мыслим построение следующего предмета. В результате получается, что переход и построение являются единой конструкцией. Переход и построение являются единой конструкцией, которая связывает последующее с предыдущим. А если последующие мыслиться не просто так, как мы все восприялись, а мысли таким образом, что переход удерживает этот переход, и когда мы следующее мыслим вместе со знанием перехода, то мы получаем большее. Ибо следующее с удержанием перехода отношение к предыдущему – это уже большее. Таким образом, вот, порядковый счет, мы перейдем к количественному счету. Теперь у нас второе уже не смысл и следующее за, а большее, значит, петь. И смысл больше заключается именно в этом решении единой конструкции, где переход и построение нового – это два этапа, две части единого строения, которые удерживаются в нашем сознании. Тогда получают не просто новое, не просто члены еще, а большее. Так, а больше, думаю, морковки же, мы же работаем здесь предметами, поэтому мы считаем морковки по большому счету. Мы же не с абсурдами понятия, что... А морковки, которые по большому счету, для меня же вы измечены не сыны. Они либо морковки, либо по большому счету. Нет, они просто морковки. Но мы же работаем с тем, что форма, она, как бы, работает с предметом. То есть она работает с чувством и салетностью. Поэтому, как бы, речь всегда идет о счете морковок. Да, эти? Раз морковка, два морковка, три морковка. А я четвертую взял. Да, нам четвертую высоко, да. Четвертую морковку. А как-то одна морковка, я вообще-то не понимаю, может быть, больше другой морковки? Две морковки больше, чем одна. Две-то да. А кто едет, это связь? Ну, а здесь-то не две, здесь вообще морковка. Связь-то у тебя есть? Следующее с удержанием перехода. То есть при удержании предыдущего? Ну, чего? Прибавлении. Ну, после следующего. Была одна, стала две. То есть этот переход, он происходит... Нет, происходит как не переход к следующей, а добавление к следующей. Поэтому я и хотел говорить о добавлении. Сейчас была одна морковка, потом две морковки, а потом три морковки. То есть раньше была первая морковка, вторая, третья морковка. Да. А теперь... А ты добавишь морковку. Нет, один, два, три, это будет как предложение. А у нас счет научного. Вот мне кажется, что вот эта интуиция, мышление следующей морковки с удержанием отношений к предыдущим, дает смысл убов. Убов не ничего добавить. То есть упорядочность на морковках? Да. Увеличиваю, смысл увеличения. Следующая тоже упорядочность. Но здесь увеличивающее упорядочность. Но лучше как-то на морковках это одинаково, на одинаковых морковках это не сложно получить. Если бы это было число, или, например, фигуру. Ведь почему можно вести от помехи упорядочности на множестве шахматных фигур, да? Почему? Потому что движка отличается от другого. Ну, здесь морковка же не отличается одна от другого. Но морковности стало больше? Ага, если бы. Не стало, вот Алик Михайлович говорил. Не стало, у нее больше морковности. Она больше. Но не в том смысле, что морковности стало больше. Я не понимаю, что ее звучит одинаково с морковкой. Ну, потому что одна морковка такая же, как следующая морковка. Ну, так уже следующая была не такая, как предыдущая, потому что она не следующая. Так если бы это не число, а подробно в том, что морковки. Если бы были числа, то да. А морковки? Во внимание, что морковки. А я забыл, значит, что морковки. У нас пустые, наверное, сейчас вы множество, когда я возьму морковку. Ну, как бы и нет. Почему они пустые? Может, как раз вы говорите, что они всегда не пустые. Не пустые, не пустые. Они просто вот такие интересные у вас. Вы же работаете с телесным, каким-то предметом? Плотным телесным предметом. С морковкой. Если бы с пустым множеством работали. Не, мы не с морковками, конечно, работаем. Это просто пример. С яблоками какая-нибудь? Нет, нет, просто мы работаем с одним, там, и там, с вот. Они там морковка. По крайней мере, но оно плотное. Это пример просто. Оно ни в коем случае не пустым множеством. Нет, слушай, Игорь, с другой стороны, а почему ты так легко говоришь, что мы работаем с чувственным опытом уже в таком вот, в насыщенном смысле этого слова? А потому что мы никуда не делись, если все равно... Ну, подожди, вот когда мы начинали с того, что сознавали форму как актуальную, а предмет, становящийся в этой форме, это что, это чувственный опыт такой, что ли? Да, да, это такая... Нифига подобного, нет такого чувственного опыта. Становящаяся мокровка. Нет, вот именно, нет такого чувственного опыта, вот чтобы ты смотрел на что-то и наблюдал становление... Это возражение Олега Михайловича, мы же вообще не об этом будем речь. Это возражение, что сопротивляется мир, да, не так просто, что посмотрел на морковку и она стала, а сама по себе морковка. Это даже вот вот, когда мы говорим, что это другое, в общем ничего не говорим, то начисло. Да нет, вопрос состоит в том, что прибавление состоит в том, что прибавился переход, если говорить так, как коллега... Это понятно, что переход прибавился. Но переход, как он прибавился? Чисто усилие прибавилось. Это раньше было одно усилие, а стало больше усилие. Просто в морковности надо лежать. В морковности, в морковности надо делать. Нет, давай в морковности забудем. Было одно, а стало одно. Одно с переходом. Одно с переходом. Понимаешь? Нет, говори, пожалуйста, надо просто заведить тогда, видимо, подставлять насыщенный чувственный опыт в это построение и все. Нет, ну в качестве примеров, наглядных примеров. Почему это не наглядный пример, это вопрос по существу. Нет, я за то, что это наглядный пример. Мы стоим множество, но такое дело морковки, ну что вы говорите. Одно дело, это считать раз, два, три, четыре, пять. Тоже нормальный опыт чувствования, кстати. Чисто чувствования. А все другой считают раз, морковка. У тебя чувственные опыты такие, один, два, три, четыре. А ты видел это пять? Да. А можно так говорить? Формы, да? Да, достигаемые, чувственные, да? Можно и формы считать? Да, Никита, это такая. А не морковные? Это не чувственные данные. Формы считать. Замечательно. Мы не формы считаем. К сожалению, у Илья Михайловича тоже не помощная. Хорошо, если вы помочь считали. Нет, ну получается здесь-то фактически прибавление, чисто прибавление на уровне формы, а не на уровне морковки. Морковки не прибавляются, конечно. Прибавляется вот как бы внутри формы, как бы вот больше. Возникает в силу того, что как бы, если так можно выразить, усилий больше. И получается, что считается как раз форма. Нет, Игорь, твои примеры. Твои бы аргументы работали, если бы мы имели дело с текстом Мертвого, уже две тысячи лет философа. Вот. Вот сидит человек, да, и он прямо говорит, не морковка. Чуть-чуть еще надо. А ты говоришь, морковка. Такая... И что за дискуссия? А дискуссия, она состоит в том, что всегда текст и сама система всегда отличается от автора. От автора всегда отличается. Ну отличается. Разница между миром и две тысячи лет философом живым нет никакой с этой точки зрения. Поэтому ты считаешь, что можно произвольно интерпретировать? Да почему произвольно-то? Ну как? Ну Игорь имеет в виду, что сама суть дела он имеет. Сама суть дела безотносительно автора. Сама суть дела. Ну конечно. И ты, короче, имеешь доступ к самой сути дела, да? Олег Михайлович, не имеешь. Так он и есть. Так он и есть. Вот так он и есть. Где ты сам? У меня студенты, 16-летние дети даже, дальше вот это вот, я без конца отверяю, это отверю. Если мы, говорю, выбросим смысл больше, то вы просто увидите, что они равны. В общем, ничего. Ничего. Если вы просто увидите, что они равны. А если вы добавите смысл больше, то вы опять увидите, что этот больше, а этот меньше. Но вы не увидите, насколько. И только когда вы добавите число, вы понимаете, что, скажем, в полтора раза больше. Опять вы увидите то, что совершенно не видели, вы себе глаза смотрели и не видели, что больше. Если вы берете, например, на психологическом, когда вы спрашиваете, какую больше. Он говорит, что это больше, а потом это больше. То он действительно, почему он это видит? Потому что он не знает, что такое больше. Он не может увидеть равенство. Он видит то, что больше, меньше. В смысле длинный. Поэтому то этот больше, то этот больше. Но он ни за что не увидит больше, пока ему не объяснишь. Вот. Студенты ставят это самое такое сильное место в моих первичных мужчинах. Мы понимаем, что счеты и полном порядочности на множестве это разные вещи. Мы такую вещь понимаем. Но вещей нету. Нет, ну величина. То есть счет, величина и число. Три. Ты говоришь, по шахту не фигула. Тебе что, нету счета? А полном порядочность есть. Мы понимаем, что действительно это вполне. Чувственно ему постигаемо. Ладно. У нас вопрос был во времена Леонидовича. Слава Богу. Чувственно ему постигаемо. У меня нет большого возражения об этом термина. Но я не сказал, потому что я его так хорошо эксплицировал для себя. И, кстати, Платон и Аристофель считали, что слово мир в идее, мир веща. Что это значит? Чувственно ему постигаемо. Да. Чувственно ему постигаемо. Что это все значит? Что это все значит? Это отдельная тема, пока ее не поднять. Ну все, уже за счет прошел. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok